Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тиелим. 60-й псалом. Очень необычный псалом, отличающийся от всех, в первую очередь тем, что его называют псаломом войны. Этот именно псалом связан с войной, хотя обычно псалмы почти все говорят о мире. И поэтому первое, что говорится, это когда Израиль вообще не выполнял волю Бога, он всегда отступал перед врагами. И когда говорят в Израиль, в данном случае говорится обо всех. Но когда выполняет волю Бога, добавляется сила и мощь. Как сказано, что вместе с Богом выйдем на битву, и Он склонит перед нами притеснителей. Поэтому в любой войне, объясняется нам, надо в первую очередь понять, насколько правильна та или сторона, в зависимости от ситуации. Но теперь вернемся к нашему перку, точнее к псалму. Идущему на войну написано, что когда человек на войну идет, или уже находится на войне и узнают только об этом, ему надо каждое утро 7 раз прочесть этот 60-й псалом. Сказано, что в этот день на него не будет, слава Богу, проблем. Что еще? Вообще еще раз я хочу сказать, что написано много толкований на этот псалом, что не всегда победа вообще у сильного, и не всегда победа у того, кого мы считаем, она должна быть. Победа дается тому, кому Бог даст. Написано, Господь воинств. Он управляет воинами. А во всем этом пророк говорит в псалме, чтобы добыть победу в войне, в первую очередь нужна духовная работа. Теперь еще очень интересно. Если какой-то город во время военных действий подвержен опасности, его или там бомбят, или хотят зайти, какая-то опасность, что-нибудь, написано, что надо собрать максимальное количество людей. Минимум 10. Но лучше совсем много. И 30 раз подряд вместе прочитать этот псалом. Написано, город в этот день может быть защищен абсолютно. Есть совершенно потрясающий седьмой пасук в этом псалме. Знаменитая молитва «Шмон Эсре», основная молитва всегда еврейской литургии. Она заканчивается словами этого седьмого пэрека. В них написано, что это уникальные слова, и у них уникальная сила для принятия молитвы. Вообще пишут, что даже любая молитва, когда ты что-то просишь от Бога, лучше, если ты закончишь вот этим седьмым пэреком, то она как бы очищает молитву и поднимает ее вверх. То есть такой строчкой желательно заканчивать любую молитву. Этот псалом также в некоторых источниках говорится, что очень полезен для тех, кто ищет истину, кто хочет оправдаться, вернуть себе какое-то клеветой что-то такое поруганное. Вот именно в этом тоже есть его сила. Но основное это псалом войны. А к сожалению, это псалом нашего времени. Брахава Ацлаха!